Доброе утро, друзья! С вами снова Глеб. Кажется, этот день лучше, чем вчерашний. Вроде чувствую себя нормально. Спасибо, что вы переживали. Ребята, такой воздух восхитительный. Вчера был тут такой ливень. Я вам сейчас ставлю кадры таймлапса, которые я заснял из окна. Невероятный вкус свежести. Просто невероятный. А-а-а! Еще этот звук ветра. Вышел на улицу и слушаю с самого утра обзор Redmins Recording. Или как он там правильно называется. Propolent Play. Изучаю его весь функционал, просто чтобы полностью понимать, что оно такое. Потому что мне один из подписчиков написал в комментариях, что у него есть какие-то проблемы. Типа нету печа у сэмплов. Я сразу так напрягся. Стало интересно изучить. Поэтому вот смотрю видео с полным разбором функций. На самом деле это одна из... Одни из лучших видосов, которые есть. Может быть они немножко скучные, потому что там нет никакой супер харизмы человека. Но то, что после просмотра этих видосов становится понятно, как работают все функции, это точно. Поэтому огромный респект улетает Redmins Recording. Вот. А я вам пока покажу деревицы. Последний раз я видел цветущие деревья в городе. Вот такие красивые. Наверное на Кубе вообще. Это было идеальное место. Просто все в розовых цветах. Знаете, улицы засыпаны цветами. Когда я ездил на Кубу, я там записывал музыку, участвовал в одном проекте крутом. Если не лень, то посмотрите. Там как раз видно эти цветы. И мой восторг от Кубы в тот момент. Только посмотрите на это. Слушайте этот лес. В последнее время полюбил смотреть на зарисованные стены. Мне почему-то кажется, это так круто. Это как-то вдохновляет, что я. Именно вот когда, знаете, просто теги разбросаны. Я все интегрировано в жизни. Я вам буду показывать периодически такие стенки, которые мне нравятся. Вот это очень красивые. Я созрел протестировать свою задумку, которую я буду в ночь музеев реализовать. Если сейчас работает. Для этого мне понадобится Вера как помощник. Вот. У меня будет Model Samples. У Веры будет клавиатура. И теоретически вместо Веры должен быть любой другой человек, который придет в зал. То есть какой-то незнакомый человек сядет и будет тыкать в клавиши и слушать то, что я играю здесь. И добавлять внутрь моей музыки свои ноты. Как это сейчас получится, я вообще не знаю. Поэтому надо будет пробовать. Самое главное, нужно на клавишах, чудесных клавишах, выставить скейл, чтобы человек, который не умеет играть, а никто особо и не умеет играть, чтобы он играл в те же ноты, что у меня там. Вот что важно. И классно, что у этой клавы все это есть. Так что будем сейчас это все пробовать. И вы первые, кто услышит вообще, как это звучит и работает ли эта система. Тестируем вместе. Погнали. Так, все в пауэрбанках. Ни одной розетки нету. Слушаем. А дальше меня волнуют мелодические звуки, поэтому я сделаю просто... Вот есть папка MISK, мелодик. И мы отсюда что-нибудь возьмем. Ну, короче, это оказалось не так просто. Надо думать, что это должно быть за проекты. Допустим, другие инструменты, вот такие, которые я часто использую. Какие у тебя пока соображения? Ну, кто-то залипнет. Кто-то подойдет, нажмет, ничего не поймет. КОНЕЦ Что скажешь? Ну, залипательно. Кто-то может долго подходить, делать, если ты там всякие будешь штуки менять. Кто-то подойдет, ничего не поймет. Дальше пойдет. Ну, а так интересно, да, когда меняются звуки, ты в один момент такой, о, что-то поменялось. Ну, надо подготовить просто, я думаю, какой-то набор такой разный, чтобы переключаться с одного на другое, чтобы были более неожиданные штуки. Угу. Угу. У меня была не одна такая тема, разный инструмент. Мне кажется, больше абстрактности надо, и вот этой психоделичности, чтобы ты не понимал вообще, что это, просто меняются звуки, и ты такой, что-то я тут натворил. Но главное, что видишь, я с этой клавиатурой могу ограничить тебя в клавишах, вот я ограничил тебя, что ты, как бы, куда бы ты ни нажимал, ты играешь на черных, на самом деле. И это приводит к тому, что если у меня там написана мелодия, то ты с ней всегда совпадаешь. КОНЕЦ Подводим итог, в принципе, получилось, похоже, да? Да. Мне кажется, если это все на территории музея, и там темновато, и ты такой подошел, и оказался в этом мире, мне кажется, круто будет. Ну там только вы вдвоем будете слушать, да? Да. Конкретно вот эта часть у меня такая, так задумана. То есть любой сторонний человек третий наушник не сможет надеть? Нет, вдвоем. В этом и, наверное, прикол. Хотя не вижу проблемы этой, если бы и наружу это звучало. Ну так просто, что ты, как бы, не мешаешь всем остальным и можешь оказаться в другом мире. Спасибо большое, Вера, что ты помогла протестировать. Я бы один не смог это сделать. Вышла опять на улицу прогуляться с кофейком. У меня уже, видите, есть своя классика. Так вот, у Веры сегодня впервые терапия. Я за нее безумно рад. Мне кажется, это необходимый опыт для всех. Так что я вышел просто из дома, чтобы ей не мешать. И она могла побыть наедине. Не думая про то, что я там что-то могу услышать. Как бы быть раскрепощенный максимально. Это очень важно. Ну а я заодно взял Model Samples. Опять и пошел на берег. Параллельно еще монтирую влог. И продолжаю смотреть обзор на Polyand Play. И на самом деле, понимая, что у меня вот опять какая-то разгорается супер желание новой железки. Да, и вот Polyand Play мне пока безумно нравится. Не знаю, не знаю. Но мне так не хватает какой-то рандомизации. Вот этого, знаете, такого вау-суперэффекта. Очень хочется. И больше нету никого, кроме Polyand, кто таким занимается, насколько я знаю. Может быть, я, конечно, и ошибаюсь. Но эти ребятки мне нравятся. Надеюсь, у нас с ними какой-нибудь коллаб получится когда-нибудь. Птички прыгают. Ребят, я что-то в восторге от этого места. Я как будто бы открыл новую карту в компьютерной игре. Новый лес. Он какой-то невероятный. Прям реально невероятный. Куча поваленных деревьев. Все вокруг. В листве. Почему-то рядом с моим домом совсем не так это выглядит. Просто потрясающий вид. Никого нету. Сегодня, конечно, очень сильный ветер. Я вообще не знаю, что я там записываю. Надеюсь, что что-то все-таки дозапишется. И, в общем, он такой живописный. Особенно, когда солнце выходит. Я думаю, записать здесь лайвик, чтобы просто запечатлеть для нас с вами этот момент. Попробуем. День подряд забываю взять штатив с собой. Хотя бы провода все не забываю взять. Ну, это мой сетапчик. Надо теперь воткнуть телефон и все. Не могу только поставить телефон нигде. Не пойму, куда бы его возгромоздить тут. Не пойму, куда бы его возгромо. Не пойму, куда бы его возгромо. Перфектно, шар на ладошке. По три его сверху еще. Идеально.